Добрый день, дорогие друзья! В прошлом уроке мы с вами учились пришивать тонкие хвостики на аппликации. Задача этого урока – добиться качественной работы с круговыми элементами. Как вы видите, рисунок этого аппликационного элемента весь построен на круговых дугообразных линиях. Технология работы та же самая. Мы переводим рисунок на кальку, потом сбрызнем лицевую сторону кальки клеем, приклеим к изнаночной стороне ткани и вырежем. При перерисовывании элементов аппликации важно сохранять именно чистые круговые элементы. Здесь очень просто увести линию чуть-чуть в сторону, и она будет казаться уже не настолько гармоничной, как мы ее нарисовали. Теперь мы брызгаем лицевую сторону кальки клеем. Не сильно, чтобы калька легко снималась с ткани. Теперь сбрызнутую кальку приклеиваю к изнаночной стороне ткани. Приклеиваю так, чтобы обеспечить наименьший расход ткани. Теперь грубо отрезаю. И теперь сажусь вырезать это все аппликационными ножницами. Обратите внимание, как я буду резать закругленные элементы. Я раскрываю раствор ножниц побольше и, поворачивая ткань, делаю закругление. Я стараюсь не делать закругление отдельными резами. Это позволяет добиваться плавных линий. Как мы уже учились с вами в прошлом уроке, я сейчас буду стараться резать уголочки той толщины, чтобы они могли качественно быть пришитыми. И так у нас с вами есть вырезанные детали аппликации. Для тренировки вы можете также воспользоваться контрформой вырезанной аппликации, чтобы потренироваться, прокладывать качественные строчки. Но это уже на ваше желание. Видите, здесь достаточно такие красивые у нас получились линии, и на них можно удачно потренироваться. Для того, чтобы дальше нам было удобно работать, мы будем работать тем же прозрачным методом позиционирования аппликации. Но дело в чем? Достаточно большая сложная деталь, ее будет сложно переворачивать так, чтобы она не склеилась сама с собой. Поэтому мы с вами воспользуемся кусочком кальки, с пробрызганной одной стороной. Я сняла кальку со знаниями. И теперь буду аккуратненько ее выкладывать. Теперь я более интенсивно сбрызгиваю изнаночную сторону детали клеем. Теперь я закрепляю кусочек сетки на нашем рисунке. Делаю я это для того, чтобы не смещался рисунок аппликации относительно оригинала. И теперь моя задача спозиционировать прозрачным методом детали аппликации на телесной сетке. Начну я с самого маленького кусочка. Его, собственно, легко самого просто перевернуть и выложить по рисунку. Я выложила самый маленький участок аппликации. Если я буду также работать с большим элементом аппликации, то есть вероятность, что у меня в процессе переворачивания все вот эти вот маленькие закругления, они посклеиваются между собой. Мне придется тратить много времени для того, чтобы их расклеивать. Поэтому я воспользуюсь такой хитростью. Для этого я, собственно, и использовала проклеенный кусок кальки. Пусть я недостаточно точно сейчас позиционирую аппликацию, но, по крайней мере, у меня никакие детали относительно друг друга не склеятся. И теперь я могу начинать уже точно позиционировать все элементы аппликации относительно друг друга. Аппликации. Итак, у меня есть выложенная деталь аппликации. Теперь я могу ее снять с основы. Мне не нравится, что кое-где мне аппликация подтягивает сетку, поэтому в этих местах я чуть-чуть приложу. Теперь я могу немножко подзафиксировать аппликацию булавочками, чтобы у меня в процессе пришивания какие-то детали не улетели. И теперь мы возьмем швейную машинку и начнем пришивать нашу аппликацию. Начинать шить аппликацию я буду на внутреннем уголке. Как вы помните, у нас иголка должна попадать точно в стык сетки и рефлекса. Вначале мы сделаем закрепку. КОНЕЦ 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 Обратите внимание, когда я шью, я пальцами чуть-чуть подрастягиваю ткань. У меня получается, что между моими пальцами ткань находится как будто бы в пальцах для вышивания. КОНЕЦ 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 Обратите внимание, мы сейчас подошли к внутреннему отверстию в аппликации. Для того, чтобы у нас не было дополнительной закрепки при начале строчки на этом элементе, мы можем сделать перемычку, прошив напрямую от внешнего края к внутреннему. Но здесь имеет смысл выбрать наиболее оптимальный путь. Смотрите, здесь у нас перемычка будет чуть шире, чем здесь. То есть я нахожу либо наиболее короткий путь, либо наименее заметный. В принципе, с точки зрения заметности и логики, было бы грамотнее здесь прошить перемычку, но мне почему-то больше хочется сделать перемычку вот здесь, в более коротком участке. Поэтому сейчас я буду продолжать шить внешний край аппликации до этого момента, потом сделаю перемычку, пройду весь элемент аппликации и вернусь обратно, чтобы закончить внешний контур аппликации. В конце строчки я тоже делаю закрепку. И мне осталось прошить маленький кусочек аппликации с края. Итак, у нас есть полностью пришитая деталь аппликации в телесной сетке. Обратите внимание, что аппликация еще не отутюжена, но она уже лежит достаточно качественно плоско, без особого волнения и без стягивания хвостиков. Перед дальнейшей работой по росписи этот образец нужно отутюжить через проутюжильник утюгом с паром на двоечке. Жду фотографии ваших работ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова